Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1352. Разбор ответов Амбросия Юрасова. Книга 2. Вопрос 165. «Посоветуйте и помогите мне разобраться с проблемой в семье. Муж часто пьет. Я нервничаю, кричу, оскорбляю его. Пробовал уговорить пойти помолиться, не хочет и слышать. Еле крестик на него надела». Отвечает Амбросий Юрасов. «Это беда всей России, потому что все утонули в стакане. Отчего это происходит? От того, что душа по природе христианка, и ей нужна духовная пища, благодать. А так как в церковь не ходим, не молимся, не постимся, благодати в душе нет. Приходится заливать ее спиртом. «Спасай себя, и вокруг тебя тысячи спасутся!» – так говорит преподобный Серафим Саровский. «Помоги тебе, Господь!» Комментирует ответ Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. По самому вопросу видно, что эта душа живет не в первом веке, а живет в угарном чале православных храмах с такими в кавычках проповедями, где на первом месте, цитата, «покаяться и прийти на литургию к священнику, на человека надеть крестик и чтобы он помолился». «Сам этот вопрос, как выжженное тавро от вашей деятельности, архимандрит, на всей прокаженной России, вы скрыли от людей, урезали данную Богом благодать». Лука 11,52. «Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Если бы эта женщина не была заражена вами лично или через ваших знакомых или прихожан, она никогда бы не додумалась сказать эти слова. «Вы говорите, это беда всей России. А далее вы должны были бы продолжить так. И эту беду принесли мы, попы, ибо мы тысячу лет строили на Руси не царство Христа, а царство попов. И не Христа проповедовали о литургию и исповедь. Мы утопили вас в своих мыслях и выдумках, пустяшных рассказах с кафедры. Мы спрятали от вас Евангелие и на месте его зияющая смертельная рана, которую никогда и никакими ризами нам не прикрыть. «Мы обокрали вас, и вы об этом не знаете. Мы спрятали от вас благодать призывающую, которая сошла в огненных языках на апостолов, и сразу же была показана благодать обращающая, которую мы также скрыли от вас». И снова пресловутое выражение Серафима. Только в одной этой книге не менее как в трех-пяти вариациях, и любая из них противоречит священному писанию. А противоречить может только Антихрист. От того, что ты спасаешься, другой никак не может быть спасен. Римлянам 14.12 Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Говоря о молитве за других, ни разу нигде не призвучала мысль о том, что Бог неоднократно запрещает молиться о многих людях, запрещает желать им блага и угрожает казнями и проклятиями тому, кто будет жалеть этих людей. И об этом ни слова нигде ни разу за тысячу лет на Руси, а занимаются мифотворчеством, видениями о том, как по молитвам за умерших они вырывают грешников из ада. 1 Иоанна 5.16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть совершающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иеремия 48.10 Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. 2 Иеремия 14.11 И сказал мне Господь, ты не молись о народе всем во благо ему. 3 Иеремия 7.16 Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй передо мною, ибо я не услышу тебя. Иеремия 11.14 Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне. В бедствии своем. 4 Иеремия 14.12 Если они будут паститься, я не услышу вопля их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом, и моровую язвою истреблю их. Иезекииль 8.18 Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое, и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Вы непрерывно, Юрасов, говорите о благодати и о причастии. Почему же не приводите места Писания, которые и то, и другое очень часто ставят под сомнение, потому что все это может оказаться и в погибель. Малахия 2.2 Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Макарий Александрийский, память 19 января, видел в храме православном, где особенно действует благодать освящающая, что после исповеди причастникам попадало не тело Господне, а угли, которые вкладывали эфиопы. Слово Божие нужно нести народу, а не свои рассказики. Любоваться собой не досуг нас зовет и торопит дорога. Не о слове, а слове, мой друг, позаботимся нежно и строго. Пишет нам из больницы в письме, боль, стихающая под бинтами, грешник, кающийся в тюрьме, исповедуется пред нами. Расул Гамзатов